Почему французская революция, она побеждала там или выступали под лозунгами свобода, равенства, братства? А революция наша в России, да, она была под лозунгами землю крестьянам, фабрики рабочим, хлеб голодным. В общем, они о моральных ценностях, а мы о материальных. Надо заметить, что я вот тут говорил уже, православие является той ключевой занозой, которая тысячу лет назад затормозила развитие общественных всех институтов, поскольку человеку в православии нет места. Он там просто тварь дрожащая. И эти вопросы, которые задавали там хоть Достоевский, хоть Толстой, хоть другие, которых мы называем там классиками, философией или там просто человеколюбие. Они у нас нигде в публичное пространство не вошли. Сегодня 21 век на улице. Это не время французской революции. Это даже не время октябрьской революции. Сто лет прошло. Сегодня на повестке дня нет темы прав человека, достоинств человека. Нет. Тварь дрожащая и все. За нами тот, кто все решит. И мы вот не представляем себя. Поэтому и в церковной иерархии та же модель. Начальствующий, хозяин. И в светских организациях начальствующий хозяин. А что барин скажет? Барин приедет, барин нас рассудит. В Англии этот процесс прав человека, он дебатировался в 16 веке. В 17 веке. Как пошла вот эта революция, когда стали строиться фабрики, когда вот начался новый уровень развития промышленности, уже дебатировался вопрос прав человека, собственность человека, достоинство человека. Поэтому французская революция, это была борьба за права человека, за человека. А где у нас она такая была? Мы пошли и сожгли всю землю. Царя убили запросто. Представь себе, всю семью взять, расстрелять так вот. Сидит она в подвале арестованная. Кому это надо? Надо расстрелять. А почему Ленин расстреливал сотнями тысяч попов, священников, всех, кто не успел удрать за границу? Это же была страшная стихия, ада. И хотим мы или не хотим, но она коренится в православии. Она коренится в православии. Читайте Пушкина. Это работник Балда, который вот показал вот это столкновение, где вот это вот... Ну и хотя бы щедрена тех же самых. Ну это вот такие наши были зарисовки, которые, поскольку давление было, цензура была, вообще нельзя было правду говорить во все времена. Но никогда еще не было у нас борьбы за права человека. Возьми сегодня даже политические, где существует столкновение. Ну может быть у Навального есть в этом случае, что он критикует вот это ненасытимое сообщество власти, которое коррумпировано только делит страну, разрушает всю экономику на этом почве. Но в этом отношении и у него нет. Может быть у Явлинского это только лозунговая такая попытка, как бы обрисовать реальность. Может быть. А в целом в обществе, возьми любые институты, нигде не стоит тем и прав человека. Нигде не стоит тем и прав человека. А власть имущие, которые человека превратили в пыль, они еще демонстрируют, что у нас они самые-самые... Вот мы права человека, у нас человек свободен, у нас религиозные и духовные ценности. Это же ложь опять. Опять ложь. Вот понимаете? Поэтому французская революция – это для Франции. А мы еще не созрели. Я считаю, что мы находимся еще в состоянии вот того феодального уровня развития, в котором человек... Это если пройдет еще сто лет, и собственность станет реальностью, когда вот на собственности в нескольких поколениях созреет это то, что достоинством считается. Вот это я, это мое. Вот тогда я начинаю это защищать. Я защищать это. А сейчас защищать нам нечего. Поэтому мы сейчас воюем в Украине, мы сейчас воюем со всем миром, потому что у нас своего багажа нет. Нет своего багажа, нечего защищать. Поэтому мы идем разрушать. То есть такой дефицит достоинств. Да. Абсолютный ноль. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!